Дорогие друзья, приветствую вас на канале из KZ в CZ. Посмотрите, автобус пустой, через час выезжаем. Я один здесь и еще одна женщина. Посмотрим, что с этого получится. Пройду я границу или нет. Держите за меня пальчики. Ребят, ну мы на границе получается. Вот впереди нас два автобуса стоит и микроавтобус. Ну и еще там где-то 4-5 микроавтобусов для заезда на паспортный контроль. Ну вот наш автобус Рогобус. А здесь легковые машины. Видите? Когда я ехал, на Украину было меньше машин. Ну я заезжал, получается, ночью. А сейчас 35 минут седьмого. И как бы транспорт подъезжает и подъезжает. Много с украинскими номерами, но много и с польскими номерами. Такая обстановка. Чтобы вы понимали. Ребят, ну вы поняли то, что я нахожусь в поезде. А почему вы скажете в поезде? А потому что меня развернули, получается. Как все получилось? Мы прошли украинскую границу. Это заняло очень долгое время. Мы стояли там на границе на автобусе. Где-то часов 6 может стояли. Украинскую границу прошли хорошо. Проверили багаж. И потом, когда мы пришли на польскую границу, меня и еще одного парня сказали, что мы не можем транзитом пройти Польшу. Так как наши визы не соответствуют тому, что должно быть, какие документы должны быть. Должны быть пластиковые карты. Вы знаете то, что пластик у меня уже готов. 7 числа мне получается сдать биометрию. И через 10 дней я его получу. Но это виза, которая в паспорте стоит. Она тоже действительно в полиции. Я у них спрашивал. Они говорили, что она подходит к переездам. Я через эту польскую границу заехал и спрашивал у польского таможенника, я могу обратно через Польшу заехать. Он сказал да. Я с ними там ругался. Целый час там все им объяснял. То, что у меня есть заместинанская карта, працовная карта, трудовая карта. Они все понимают. Говорит, пластика нет. Тебе надо вернуться на Украину. Я им говорил, как я вернусь на Украину, если я гражданин Казахстана, вы меня тогда верните в Казахстан. Я где-то там час или полтора провел времени в этом фойе, где паспортный контроль. Но все-таки они меня убедили. Я успокоился и проследовал обратно в сторону украинской границы. Нас перевез один парень, взял там пешим. Пешком нельзя переходить, надо обязательно на машине. Мы подошли к одному парню, попросили, чтобы он нас провез. Он нас провез и довез почти до Киева, не доезжая 20 километров. И там нас оставил. Мы споймали такси, объяснили человеку то, что надо довезти нас до ЖД вокзала и там что-то уже думать. Когда я ехал, я уже думал, все равно надо как-то прорываться в Чехию, если не через польскую границу, через австро-венгерскую, через ЧОП. Я взял вот билет, 115 крон стоит на поезд. Сейчас 5.23 времени. Сказали в 10.20 я буду там, на месте. Я тоже всю ночь не спал. Все проходили эту таможню, но не смогли пройти Польска. Так, как-то. Ну, давайте продолжим наше видео, что получится у меня пройти австро-венгерскую границу или нет. Думаю, будет хорошее видео. Вот так, ребят. Еще хочу сказать, ребята, которые с Украины смотрят, по польским визам пускают в Польшу работать, а в Чехию по чешским визам каких-то там воссоединений или что-то, такие процовные карты, если они у вас еще не готовы, то не пускают. Вот этого парня развернули, он тоже с Харькова. Он поехал в Харьков домой даже. У него нет денег, чтобы проследовать, так как я через другую границу. Получается, все это деньги же. Я потратил 2000 гривен, получается. Отдал до города Плазень, думал, меня довезут. А назад деньги, они сказали, выворачивать не будут. Договор был такой. Ну, я думал, пройду. Надеялся на это, но не получилось. Теперь я еду через Австралию, Бенгрию, посмотрим, получится или нет. Ну, там тоже попросят где-то полторы тысячи, думаю. И вот такие затраты. Возврат с Украины. Посмотрим, что будет. Ужгород, это Закарпатская область. Я познакомился с одним парнем, хлопцем, он мой ровесник. Мы ехали вместе в поезде и познакомились. Он тоже, как и я, едет в Чехию. И ему так же, как и я, надо попасть и пройти эту границу. Он посоветовал мне человека. Он вообще едет. Тот человек запросил 250 евро с него. Чтобы вы понимали, это очень много. 7,5 тысяч крон. Ну, и гривен также почти одинаково. Он готов был отдать эти деньги. Он говорит, давай сейчас приедем, когда в Ужгород, мы позвоним ему. И нам там скажут, сможет он тебя взять или нет. Мы когда приехали в город Ужгород, он его набрал. И этот человек мне сказал, он сможет меня забрать за стою. Со сто долларов. Это получается 2,700 крон. У меня денег в притирочку прям. Ну, я думаю, ладно, поеду. Но надо будет подождать до 8 вечера. Мы пошли прогулялись по городу Ужгород. Ничего тут таких прям нету. Каких-то достопримечательностей. Я вам не стал снимать. Я вам просто расскажу то, что... Видите сами такие дома, пятиэтажки, вокзал такой. Ничего такого особенного. Я просто сейчас вам хочу донести, как я доберусь до Чехии или нет. Потом мы прошли, вот здесь мы проходили возле этой автостанции. И там написано было международные перевозки. И продажи билетов на этой. Я Жене говорю, давай я зайду сейчас, испытаю у него, спрошу, продают они билеты на Чехию или нет. Когда я зашел и спросил у этой девушки то, что у меня документы все нормальные, она сказала, сегодня вы можете поехать 20-30, не за 2 700 гривен, а за 1700. Я очень удивился, конечно, и обрадовался, что 1000 скидка. И взял этот билет. Все, билет оформили, там страховка, все дела. Потом пришел Женя. И увидел, что в этой комнате есть розетки и интернет. И он попросил, можно у этой девушки, мы посидим здесь пару часиков, и там есть кондиционер, зарядим телефоны и перепишемся с родными, друзьями, куда-то позвоним. Она разрешила нам. Мы там еще разговаривали, он рассказывал про свою жизнь, я ему про свою. Потом он, я когда разговаривал с Наталкой, подумал, а не спросить у этой девушки насчет себя. Сколько будет стоить по его нам биопаспорту. Получается, у него визы нету, просто биометрия. Сможет он заехать так же легально, как и я. Сможет этот рейсовый автобус забрать. Когда он подошел к ней, у нее узнал, она сказала, да, мы можем вас забрать. Это будет стоить не 7 500 гривен, а 2 000 гривен. Он, знаете, был очень растерян и потерян, и не знал, что делать с этим. Он думал, он не верил этим словам, но получается, сэкономит 5 500 гривен. Он все думал, раздумывал, там, что делать. Я ему говорю, ты же не глупый, конечно, надо позвонить этому Ване и сказать, что ты нашел лучший вариант, и ехать спокойно. Он все равно у нее переспросил там 5 раз, и она подтвердила ему. Она его сильно не заставляла, сказала, если вы не хотите, вы можете и не брать этот билет. Но когда он позвонил сестре и убедился, то что... Она ему подсказала, дала совет, то, что лучше взять этот билет, конечно, за 2 000, чем платить 7 500. И он пошел, разменял деньги, купил билет за 2 000. Сейчас мы сходили в кафе, вкусно покушали, в закарпатской кухне. Сейчас прогуляемся еще, и через 2 часа у нас билет, и поедем на границу с Венгрией. Давайте посмотрим, доедем мы до Чехии или нет. На Форенсе в Тривенсе. Дорогие друзья, мы на венгерской границе. Мы сейчас на украинскую будем заезжать, а потом будем проходить венгерскую. Наш автобус, вон там самый последний, седьмой. Вот эти автобусы все полные. Вот мой знакомый, приятель. Женька, помаши всем. Всем привет, скажи. Привет. Привет с Херсоном. Привет с Херсоном, говори. Посмотрим, как получится у нас пройти границу. Это будет, наверное, часов через 6. Дорогие мои друзья, ну вот я и в Чехии. Это была, конечно, очень такая поездка с Украины до Чехии. У меня такого никогда не было. Представляете, я выехал 1 июля в сторону Чехии. И приехал до Чехии. 1 час 20, 4 июля. Заняло почти трое суток. Но все-таки меня пропустили. Вы уже знаете, наверное, посмотрели видео, то, что на польской границе меня развернули и сказали, что я не могу по этой визе проехать. Я вчера разговаривал много с какими ребятами, которые здесь находятся долго. Они сказали, что поддержали меня, то, что у них не было никакого основания меня разворачивать и куда-то в неведомом направлении направлять. Ну, так получилось, ладно, пускай это будет у них на душе. Ну, все, посмотрите, ребята. Когда мы были на границе, мы подъехали туда в 10 часов вечера на автобусе. И прошли украинскую границу где-то в 7 утра, чтобы вы понимали, в это все время мы стояли. Потом до венгерской и венгерскую где-то границу мы прошли в 9 утра. Все время вместе заняло почти 11 часов. Мы стояли, вот там не двигались буквально вообще никуда. Просто там расстояние где-то километра 3. И вот эти 3 километра, украинская граница, венгерская граница, вы 11 часов вот так передвигались. Ноги, конечно, сильно отекли. Никогда я столько не ехал, долго. Ну, представьте сами, я с Киева выехал утром в сторону. Как вам сказать? Я, ну, вы знаете уже, я сел в Киеве на Регабуз, такая фирма есть. Доехал до польской границы, меня там развернули. Я вернулся назад до Львова. Со Львова поехал в Ужгород. С Ужгорода уже поехал на венгерскую границу и там проехал. Мы поехали, сначала поехали в Будапешт, потом поехали в Братиславу, потом поехали в Бурно, потом поехали в Прагу. Из Праги я взял автобус еще на Раджоанет и в час 20 я оказался здесь. Очень, конечно, была такая дорога, очень трудная, но все-таки я оказался в Чехии. Вы слышите? Я вчера шел здесь, я пешком пошел от центральной автобусовой на Дрожи и наслаждался все равно этой тишиной и никакой суеты. И сейчас послушайте, как поют птицы, никого нету, как будто оказался опять в раю. Улыбка на моем лице. Еще я вам запишу, конечно, видео. Сейчас вот это такой концовочек. Будет видео еще про перевозки. Кстати, в этом автобусе очень много людей было по био-паспортам. Говорят, не пускают же сейчас по био. Их пустили, и цена была очень такая. От меня там 300 крон всего они переплатили вверх. Вот этот Женя, приятель мой, который с Украины, с Одесской области, с Херсона, он хотел платить, вы знаете, 250 евро, чтобы его провезли. Ну, типа, как-то нелегально. Нелегально они никак не могут провести. Они все знают, какая обстановка там на границе, и они провозят все легально. А потом получилось так, что вообще легально. Ему сделали страховку, ему дали билет. И в автобусе раздавали такие форматы А4 бумаги. То, что они едут именно в Чехию не для работы, а по каким-то там... Кто-то умер там, у всех разные истории. Кто-то в этой фирме, которая занимается вот этими автоперевозками, какой-то юрист. Так все продумал этот закон, что по-любому они проезжают, знаете. Весь автобус там было 60 человек, очень полный. Наверное, человек 40 было по био-паспортам. Не только молодые там хлопцы или какие-то мужчины были. Впереди меня сидело две женщины по 55 лет. Они ехали по био-паспортам. Мы с ними разговаривали. Они говорят, ну работы нет, они откуда-то села с Украины. Я точно не знаю. Надо ехать зарабатывать деньги. Такие, одна такая полная прям. Я видел тоже у нее так опухли ноги. Ну, долго очень ехали, конечно. Но все-таки приехали. Всем вам хочу сказать спасибо, что поддерживаете меня. Поздравили с днем рождения. День рождения в дороге. Мама говорит, если в дороге провел день рождения, значит весь твой год будет какие-то путешествия. Это мама моя такая, философ. Ну все, хорошо, что я съездил на Украину, в Киев. Сниму видео про это, что я думаю о Украине. Сейчас просто переполняет меня эмоции, то, что я здесь. Я сейчас пойду, схожу в магазин, кое-что куплю, покушать. Ну и все, а потом расскажу про свои планы. Ну все, ребят, я добрался. Я в Чехии, и я рад здесь находиться. И рад, что вы со мной тоже наслаждаетесь этой красотой. И я вам передам всю красоту и все свои эмоции, которые только могу через камеру. Ну вот так, ребят, давайте буду с вами прощаться. Огой, ребята, огой. Ребята, еще хотел вам сказать, сколько у меня ушло по деньгам. Вам, наверное, интересно. У меня ушло, ну где-то 4200 гривен, получается, Украина, Чехия. Это очень дорого, никогда так не делайте. Это просто шок и что-то с чем-то. Посоветуйтесь с умными людьми. Напишите мне, спросите у других блогеров, как лучше добраться там с Украины в Чехию. Я думаю, вам посоветуют. Ну, ребят, спасибо еще раз, что находитесь со мной. Поставьте лайк, пожалуйста, напишите комментарии. Я всем обязательно отвечу. Ну все, буду с вами прощаться еще раз. Огой, ребята, огой.